приветствую всех наших слушателей каналов пандоры vision и . глубинного погружения сегодня у нас ченнелинг с плейдеанцами через италию приветствую вас плейдеанцы приветствую ваши сутевые энергии приветствую ваш свет и силу приветствую вас на связи икса и армания кураторы леталии и вашей группы мы готовы ответить на ваши вопросы наша ячейка находится под куполом получается так потому что наша планета она огромна принадлежит межгалактическим конгломерату миров купол никому не принадлежит купол это строение чтобы закрыть всю терру для определенного эксперимента если бы это не было закрыто куполом здесь были бы совсем другие условия как вы закрываете свою оранжерею когда вам нужно сохранить теплый воздух и жизненные условия внутри тогда вы должны изолироваться от внешнего пространства и для этого существует купол понятно вы участвовали в строительстве этого купола имеется ввиду группа прияда нет мы не участвовали строители купола мы наблюдали за его строительством мы знали об этом и этот эксперимент был проведен с высшего сознания космического и понимается он совершенно не так как вы люди это себе транслируете себе распечатываете через ваше сознание космосе проводится огромное количество экспериментов потому что находятся там цивилизации разного уровня разного плана разных структур и так же как вы высаживаете в огороде свои семена потом вырастают фрукты и овощи неком смысле мы следим за этой оранжереи вмешиваемся минимально следим за результатами и помогаем в тех случаях когда в это необходимо вмешаться стараясь не засвечиваться не спускаться вниз помогаем через тех людей у которых есть эти задания быть встроенными в процессы у тех у кого есть наши плеядеанские гены мы связываемся с ними и кто готов и кто осознан может осознанно помогать в разнообразных процессах мы хотим как люди которые только осознаются сейчас просто весь процесс который сейчас происходит просмотреть от начала до конца чтобы понять для себя для нашего сознания на котором мы пока еще работаем это три процента всего из 100 хотя бы на этих трех процентов нам понять весь процесс происходящий здесь процентов которого от трех до пяти процентов иногда и до десяти процентов некоторых избранных людях вы все равно не поймете все процессы галактические это невозможно понять человеческом теле это не является вашей задачей потому что для этого нужно абсолютно другой качественный объем информации ни один мозг существующего в проявленном физическом теле человека сегодня вот в этот момент на планете на закрытом пространстве под куполом который называется терра не понимает полного объема всех процессов и даже очень мало его части поэтому вашей задачей является понять что вам нужно сделать на тот промежуток времени пока вы находитесь в человеческих телах ваших аватарах это тоже достаточно длительный промежуток для вас до окончания вашей физической жизни если вы осознаете ваши задачи то это будет уже достаточно приемлемо для того чтобы вы могли бы изменить частично социальные условия на вашей планете на данный момент если вы проводите опыт и здесь тоже мы сейчас занимаетесь сворачиванием этой лаборатории или она дальше будет существовать в том понимании каком вы сегодня видите мир он подходит к своему заключительному этапу сворачивание происходит мы только что сказали мы практически не вмешиваемся в те процессы которые происходят иначе эксперимент не был бы чистым я понимаю что слово эксперимент может оскорблять или задевать ваши чувства но для этого нужно мыслить космическими категориями и иметь космическое сознание для того чтобы понять что в этом нет ничего плохого так устроены мир и так устроены планеты и цивилизации то что здесь происходит сейчас она вышла из эксперимента далеко за его пределы так как были вторжения были помехи и тем не менее процессы продолжаются и как мы уже сказали мы вмешаемся если этот процесс пойдет деструктивную сторону мы остановим и выведем те души которые будут готовы переходу в новый мир вот 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 это вот мне интересно если это сворачивание лаборатории это может быть именно переходом в новый мир по миграции каждой звездной системы как раз идет к точку в точке перехода в точке события который переведет человечество в новое сознание и на новый уровень восприятия и развития так разделение будет происходить через порталы или это будет через так как-то по-другому происходить разделение будет происходить так как мы показывали летали сегодня ночью будут слои разной плотности и они займут каждое свое место и человек находящийся в своем аватаре будет перемещен в ту плотность на которой он вибрирует вибрационно через свое тело света разделение будет автоматически это на автомате какие гены такая вибрация по вибрационной силе его кокона тело света а можно спросить вот есть такая раса лебедианцы они вам знакомы лебедианцы входят межгалактический конгломерат миров и также проводят опыты здесь доходят вы говорите опыты это оскорбляет ваше сознание опыты нет это эксперимент который был запущен очень давно и каждая раса которая здесь засаживается как звездные семена это очередной круг этого эксперимента мы не вмешиваемся в процессы практически мы не выдергиваем сорняки если они нам не нравятся все развивается в своем ключе мы помогаем через те души которые могут внести изменения ваш социум абсолютно никак вы это слово может быть просто неправильно подобрала абсолютно никак не оскорбляет это все понятный процесс это это очень долгий процесс я знаю что здесь очень много было цивилизации созданные засеяны и снова как бы изменены и снова и снова засеяны как бы здесь очень много процессов происходило я знаю это идет во благо наших миров всех и еще такой вопрос у нас есть на земле недавно вот такой момент около торгового центра это обошло очень многие многие ресурсы у нас то что около торгового центра в майами был высадился огромных размеров объекта туда вышли 3-4 метровые люди это был фейк или это реально что-то было это были не люди и это был не фейк но это против условий самого эксперимента на данный момент решаются возможности появления существ и других цивилизаций на вашей планете те которые пришли это были плазмоидные сущности которые пришли сюда ну не согласовав ни с кем свое здесь присутствие вызвали панику вызвали активность человеческую что не положительно сказывается на вашем обществе мы не должны пугать никого из земля не должны вызывать негативные эмоции и страх это не входит в наши правила потому что разные цивилизации здесь разные вибрации проводят я поняла это и вот еще один вопрос недавно около луны видели еще одну огромный объект размером с луну что это может быть это какая-то еще одна как бы смотровая площадка здесь от мкм до от межгалактического конгломерата миров или это кто-то из входящих в этот конгломерат миров ну допустим серы это может лаборатория серых быть у меня не идет никакой ответ они не готовы на это отвечать если это как бы лаборатория игра на возможно возможно выйти в одностороннем порядке отсюда узнав коды этой игры возможно только не физических телах когда ваше сознание расширится до тех размеров как я уже сказал галактического сознания вы будете вне игры матрицы вы можете выходить и заходить но не физическом теле физика останется здесь в этой игре пока не схлопнется и вы не освободитесь существует у нас такая теория то что допустим солнце которое здесь под куполом да она нам получается каким-то образом стирает память а у нас загружает нам информацию на каждый день нового получается то что мы должны здесь проработать возможно сделать так чтобы оба вот эти искусственные светила на нас каким-либо образом не действовали это можно сделать или это нужно чтобы под ним при падении вибрации это как-то убирать или как-то еще оба светила которые находятся под вашим куполом являются искусственными проекциями в вашем мире и каждый из них действует на вас особенно и убрать и изменить ничего нельзя потому что это условия вашей реальности солнце не снимает не стирает вашу память она это делает как раз луна а а солнце является портал уже без который можно выйти из вашего пространства закрытого купола именно солнце как и во многих других системах солнце является многопортальным входом и вы можете это сделать через свои тонкие тела что летали делала неоднократно это возможно дать вашего на эстетические оболочки предназначены для игры здесь это адаптация к условиям данного закрытого пространства благодарю 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 вас и вопрос еще такой если это ячейка да и определенная территория на огромной планете по над той огромной планетой существует тоже солнце или на каждый над каждой такой территории они не все закрыты куполами существуют свои спутники опять таки не от каждой территории там где нет купола это невозможно сделать там идет энергия от центрального солнца вашей галактики там где есть купола так как купола не пропускают тот истинный свет создаются экспериментальные закрытые условия условия террариума где все что вы видите является виртуальным пространством и так же как и луна и солнце это виртуальные игроки в вашем пространстве но так как вы являетесь одним целым это выглядит для вас физическим объектом тогда вопрос такой как порталом является истинное солнце над большим над большой территорией является то виртуальное солнце который находится под купола все-таки это портал это одна из функции я поняла будет ли какой-либо еще апгрейд в связи с подъемом вибрации для нашей команды апгрейды происходит также автоматически как только уровень вашего сознания переходит определенную черту и поднимаются вибрации вас загружается новая информация для трансформации дальнейшей и определенных действий это все находится в условиях вашей игры потому что вы существа очень не сфокусированные и очень часто у вас бывает откат и перевод фокуса вашего внимания на физический план когда вы сосредоточены на физическом плане просто практически нет вы набираетесь опыт физическом мире если вы начинаете расширять сознание через практике или через фокусировку через понимание своей задачи тогда идет рост и на каком-то этапе у вас вливается новая информация как бы открывается новый файл через который распечатываются ваши возможности ваша память и дается вам шанс роста но далеко не все этим пользуются благодарю 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 вас наши любимые еще один такой вопрос когда происходило загрузка игры здесь кто ввел некротические энергии сюда в эту игру какие цивилизации когда что-то типа захвата было было очень много некротики и ее как бы закрепили здесь через тела каким-то образом да может возможно через гены какие цивилизации этим занимались рептилоидной цивилизации сначала были хозяевами этой территории и они выставили свои условия на вмешательство в этот эксперимент по их желанию это является одним большим комплексом развития всего того о чем мы говорим по их по праву они по праву владеют этой территории и владели изначально они уступили свою территорию для этого эксперимента с условием что они могут вмешаться тогда когда они захотят и это еще является определенным сдерживающим фактором почему многие светлые цивилизации не вмешались и не препятствовали очень многие негативные процессы которые происходили на вашей земле здесь есть условия здесь есть определенные контракты подписанные давным давно прежде чем еще первый засев на вашу планету произошел это все намного объемнее и больше чем вы можете осознать сегодня живите в этом моменте делайте то что вам понятно и растите до конца вашего воплощения когда вы выйдете из своих тел аватаров вы вернетесь каждый к себе домой и ближайшие десятилетия очень много изменится на вашей планете вы ищите ответы на вопросы которые невозможно вам постичь будущем ваших физических телах занимайтесь ростом занимайтесь теми делами которые вам доступны то что вы называете своей миссией каждый находит более-менее ответ на этот вопрос и идет через свой фокус к этой цели если вы будете отвлекаться на глобальные космические проблемы вы никуда не пойдете потому что информация полностью вам не может быть понятно здесь существуют другие законы другие понятия и это не потому что это хорошо или плохо здесь есть широкий спектр видения в размере тысячелетий и парсеков да если брать время как единицу то мы видим почему эти процессы были начаты и к чему они идут вы не можете понять такой объем информации через ваш мозг это может привести к деструкции вашего сознания сдвигу понимание вас как объективных созданий привести к нету заболеванию как вы называете или полностью у вас пропадет интерес заниматься этим вопросом поэтому здесь надо идти очень аккуратно маленькими шагами развиваясь именно с тех условий в которых вы находитесь в любом случае вы можете сделать много и вы делаете много не пытайтесь перепрыгнуть через свои возможности они пока очень ограничены пока вы в ваших телах благодарю 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 и есть такой вопрос опять же выходящий из предыдущих то что нас закрывают куполом это именно из-за этой некротики которая вошла в нашу генетическую структуру и световые поля нет купол должен быть потому что это ограниченное пространство и все что развивается здесь она идет по распределённой программе купол отделяем вас от внешнего мира если бы вы были одним целым это не было бы экспериментом и еще один вопрос благодарю 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 еще один вопрос когда когда произойдет энергетическое разделение на слои некротика уже к тому времени люди ты знаешь и генетических тел то что вы называете некротикой это есть нерасщепленный биологический материал плюс та энергия которая из него выделяется я могу сказать что это не более тонких телах сейчас тела которые погребены они практически не разлагаются так как пищу которую вы едите содержит огромное количество консервирующих элементов и то что погребается они остаются если раньше разложения было в течение там какого-то вашего полугода то сейчас годами тела могут оставаться не тленными и не разлагающимися я не вижу смысла зацикливаться на этом моменте как некротика потому что когда поменяются вибрации это все уйдет на нижние слои и и никак не будет задевать ваше развитие благодарю вот именно это я и хотела узнать то что с подъемом вибрации некротические энергии про которые мы говорили все это время во время захватов что это было это очень как города были из черепов и все вот это это влияло каким-то образом и что как бы здесь негативные цивилизации строили целые города для того чтобы держать здесь сознание это для того чтобы просто удержать сознание и что мы в принципе можем выйти отсюда это все остается в прошлым земля подымается высшие слои и то что вы сейчас называете некротика это останется с физическим планом на более высокие слои никакого влияния иметь не будет благодарю благодарю вас от всего сердца потому что именно это я хотела и узнать то что пока мы в плотности некротика имеет для нас какое-то какое-то влияние да вот пока вы думаете таким образом и концентрируетесь на этом это имеет на вас влияние перестаньте концентрироваться на этих вещах будет легче проживать каждый день будет легче намечать цели будет легче к ним идти не тащите за собой условности это условности вы в виртуальной игре куда идет ваш ум туда идет энергия вы создаете свое все процессы которые вокруг вас своим сознанием который вливается в коллективное человеческое сознание и создает деструктивные процессы перестаньте концентрироваться на негативе да он есть но ваша концентрация позволяет вам залипнуть и не сдвинуться в точку прогресса благодарю 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 вот именно это я и хотела узнать и еще я хотела узнать про шумгит возможно ли то что именно эта ткань именно это вещество что убирает опять же некротическое воздействие здесь хотя даже если это игра да и как каким-то образом это возможно влияет на наше сознание возможно шумгит что он чистит пространство может быть цветовые поля имеет ли он вообще здесь тогда влияние если это игра в любой игре есть свои правила и условия если вы ими следуете они работают кроме этого есть еще то что вы называете физикой и физическими процессами вы в любом случае находитесь в физическом теле и абсолютно четко уверены что это вы вы являетесь телом на самом деле это не так если вы полностью на сто процентов выйдете из сознания того что вы тело на вас не будут влиять никакие физические процессы вы будете вне этого вы сможете трансформировать как плотную материю так и самые тонкие энергетические потоки но вы не сможете это сделать потому что ваш мозг никогда не допустит этого для него это смерть к этому приходили только совсем немногие те кто называли себя просветленными людьми или некие буддистские монахи которые могли переходить в радужное поле света оставляя здесь части своего тела такие как ногти и волосы и уходили трансформируя полностью свое тело в свет это возможно но очень немногим единицам благодарю значит мы являемся прежде всего вибрацией вот такой вопрос у меня да именно так и на какой частоте мы вибрируем то и притягиваем к себе именно так да тот кто осознал себя и понимает что все игра и его тело тоже находятся в игре как только вы это поймете произойдет осознание и вы сможете управлять этой игрой вы можете наблюдать за своим аватаром в этой игре с верхней точки вашего сознания я благодарю 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 вас наши великие братья что вы можете пожелать для нас для общего вот этой вот игровой массы да как нам двигаться сейчас в новых вибрациях как нам поднять вот этот вот свет хотя бы приблизиться к вашему уровню хотя бы немного сейчас хотя бы как это делать эмоциональные тела ваши нестабильны частотный переход постоянно прыгает от среднего до нижнего и очень низкого иногда поднимается выше в связи с тем что сейчас происходит на земле очистка то что называете вы хаос вы впадаете в некое состояние деструкции где энергии достаточно низкие и вашей задачей не концентрироваться на всем что вы называете тяжелыми процессами на физике а обучаться и развиваться так чтобы ваши энергии подымались чтобы ваша частота подымалась смотреть вперед не назад или быть в этой точке где вы находитесь здесь и сейчас как говорят многие ваши мастера с этой точки вы можете создать все новое и еще один момент фокусировка вашего сознания очень ненаправленная тренируйте это есть много практик много техник как только вы начнете управлять своим сознанием и начнете выходить из этой матричной игры благодарю 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 вас значит нужно держать чистоту радости несмотря ни на что гармонию равновесия и чистотный порядок да не только чистоту радости а чистоту спокойствия принятия процессов в которых вы находитесь не ищите изначального понимания почему вы все равно находитесь в процессе а изнутри вы не можете понять что происходит в общем для этого нужно вывести ваш фокус внимания с вашей игровой площадки благодарю 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 собирайте вопросы мы готовы работать с вами дальше готовы курировать и общаться с вами тогда когда вы будете готовы спросить нас с вами были кураторы Иксан и Армания любим вас безверно люблю безверно люблю безверно спасибо спасибо